То, о чем я вам говорю, не может не радовать. Меня лично. Да, есть люди, которые уезжают. Вперед им дорога. Но есть люди, которые хотят развиться. И вот эти самые кризисные дела. Люди уезжают куда-то далеко. Но не это ли суть вопроса? Мы сегодня, сейчас можем сделать так, что вы здесь, в Магнитогорске, будете все так же получать. Как это делается здесь? Штука одна уехала, но штука другая приехала. Здесь был какой-то магазин непонятный. А теперь сегодня здесь строим материалы на Советской. Помните тему? Строй Уралоп. Те же самые цены, только еще ближе к вам. То, что было сделано здесь. Красотища неимоверная. А теперь немного мысли вслух. В связи с тем, что я, по сути, занимаюсь не самым профильным делом, а объясню. Вроде типа центры есть. Вроде типа кормят нас. Теперь вопрос другой. За какую аренду они вас кормят? За ваши же деньги. Верьте мне, я эту тему знаю. Теперь, либо это ремонт, либо это строительство. Вот. Проще и дешевле, и сразу быстро и дешево купить все оптом. Ну, в смысле много. А теперь и потихонечку. Если мы приедем в стройматериал на Советской 1, вам и на стройматериалы хватит, и на инструмент, естественно, и еще на прелести всякие достанется. Просто суть проблемы. Любая хата требует денег. Любая. Ценники в два раза дешевле, чем сама квартира. А то как. Идеальный вариант – это место. Потому как здесь оптовые цены. И принцип-то прост. Продажа многих вещей с ценой вниз от 200%. Не на все, конечно. Но и для других целей 30% вниз тоже кульно. То есть от суммы в 700 тысяч рублей 210 тысячонок сразу – это хорошая экономия. Тема неплохая, по-моему. И здесь есть и цепи, и здесь есть весь инструмент. И по сути событий. Если мы будем говорить о какой-то там ценности великой, я скажу, о ценности великой, когда за 1500 рублей у вас хороший шуруповер. Это великая ценность? Нет, это не великая ценность. Когда вы себе можете болгарку купить за 2500 рублей. Великая ценность? Даже может быть еще и поменьше. Болгарочка такая. Очень хорошая, кстати, болгарка. 1330 рублей. Нет, ну если вы где-то что-то найдете такого, ну пожалуйста. А если ничего не найдете, то вот вам смысл как сюда приехать. Потому что, еще раз говорю, здесь цены не зарабатываются. Здесь просто люди живут. И они не ездят на дивных машинах. Купленных за вас за счет. Они просто работают для вас в том числе. Да, мы хотим евро. Но поверьте, сегодня евро в разы упало. Евро вас может радовать. Но сколько раз евро? 2-3 максимум. А там и на покой пора. То есть покой и это пенсия. Конечно, пенсия это не Европа и даже не Китай. Но в стройматериалах на Советской есть все то же, что и в строй Урал Опти. Одна контора-то по сути. Все по оптовой цене для вас, господа. А проще. Товарищи вы наши. Как это было мило еще 25 лет назад. И вот мы потихонечку возвращаемся к строительству нашего дома. Потому что рано или поздно я смотрю, что строительство многоквартирных общак скоро закончится. Потому что город он не сильно большой. Вы хотите сделать что-то крутое? Нет, не получится. Поверьте мне. Потому что в Магнитогорск еще 3-4 хороших травмовых центра. Это, естественно, Мулен Фарме. Ну да, что-то в этом роде. Там, где все это дело продается и дешево стоит. Что нам еще нужно? Ну, Икея у нас нужна. Да, по сути, еще какой-то, еще один. Может быть. И все. И Магнитогорск будет реально хорошим, крутым городом. Магнитогорск реально хороший, крутой город. В котором вы можете, естественно, ездить зимой на горных лыжах. Для этого у вас есть 3 замечательных курорта. Это от Закова, Банная и Белорецк. Плавать вы тоже можете в это же время. Вы даже можете в это же время ходить и смотреть растения. У нас есть наровчатский лимонарий. То есть, в принципе, нормальный, абсолютно хороший город. Кто отсюда хочет варить? Я не знаю. Кто-то думает, что далеко вы не прыгнете. Но тут возникает вопрос. Если этот город мне помог, почему я не могу этому городу продолжать помогать? Вот. Теперь другой вопрос. Как жить спокойно? Жить спокойно, естественно, используя собственный дом. Собственный дом делается легко и просто. Никаких проблем. К слову о том, что, допустим, два собственных дома, вот такие штучки, да, стоят. Вот эта штука, она еще и позволяет вам нагревать. То есть, вот, в розеточку уоткнули. И здесь настоящая температура, нормальная. Можно спокойненько жить. Вот. К сожалению, здесь, папа, чего-то нет переносных туалетов. Я еще раз задаю вопрос. Это была бы весьма интересная штука. Конечно, летом вы можете выходить на улицу. А зимой прикольненько было бы, да? И в остальном. То есть, я также занимаюсь. Я тоже буду строить. Но я буду строить потихоньку и не торопясь. Потому что я знаю, что строительство, которое делается быстро, это евроремонт. Это вытаскивание ваших денег. А не торопясь и потихонечку вместе с магазином строим. Стройматериалы на улице Советская 1. Это все делать можно легко. Просто и замечательно. Конечно, было бы такое в то время. Ну, радовались бы мы вечно. Дешевые, правильные мотоблоки. И пилы, бензиновые, и электро. Опять же, смесители для цемента. Косы с бензиновыми двигателями, электро. А теперь, чтобы было все круто. Сейчас объясню. Вы просто в дивные места заедете и не покупаете там ничего. А затем, заехав сюда, сравните цену и перейти. Верьте мне, проще и дешевле, чем здесь. Вам ничего найти и не получится. А место-то хорошее и правильное, и дешевое. Улица Советская 1. По одной простой причине не сюда переехать. Развиваются, господа. Развиваются. И одного места им в действительности мало. Туда люди ходят, сюда так жили, придут. По одной простой причине. Дешевле, чем здесь, стройматериалов вам и не найти. Здесь все качественно и здорово. И по сути событий, вы вместе со стройматериалами на Советской можете строиться. И делается это все легко.